Всем привет! Мама меня заставила сегодня делать видео, она все еще болеет. Вы на канале Юрия и Лариса Иванова Live. Меня зовут Наташа. Я сегодня буду делать хлеб. Конечно, я его сама не буду печь своими руками в духовке. У меня есть хлебопечка, и все ингредиенты, которые на столе, они из рецепта от хлебопечки. Я этот хлеб очень часто делала, только очень давно. Сейчас я, не знаю, ну, что-то не делала хлеб. И вот все захотели... Да, мы уже с Джаредом ее давно просим. Да, и мой муж, и мама просят очень сильно хлеб. Вот, и я это... А Наташа знатная хлебопечка. Да, я такая знатная... Нет, это... Стрепуха. Стрепуха, да. В общем, какие ингредиенты нужны? Нужны 4 стакана муки. А стаканы мерные. Вот это вот полстакана. Ну, я 8 таких положила. Потом нужно 3 столовых ложки масла. Я принесу туда камер. Как это? Сахар, сахар. И сахара... Ой, извините, я... Сахар сколько надо? Сейчас я гляну, подожди секунду. Вот как назло, не могу найти сахар. А, вот. 1 столовая ложка. 1,5 чайные ложки соли. 1,5 стакана воды. И... Так, а вот это... Это крем... Сухие сливки. Сухие сливки. Мама говорит, а почему не молоко? Ну, я говорю, ну, так по рецепту. Ну, вот так вот по рецепту. Это 1,4 стакана сухих сливок. Сухих сливок, да? Правильно сказала. Вот. И 1,5 чайные ложки вот такого вот... Вот таких дрожжей. Вот таких дрожжей, да. Можно разные, можно обычные дрожжи. Можно дрожжи для машины специально хлебной. Я именно специально для хлебной машины в этот раз решила купить. До этого у меня были дрожжи для... Обычные, абсолютно. Ну, все ингредиенты складываем. И написано, что самое главное, все ингредиенты складывать по порядку тому, как они написаны. Я буду делать абсолютно обычный белый хлеб. Добавляем вот это вот от хлебопечки, да? Такая булочка будет. Да, булочка. Полтора стакана воды. Дальше мы добавляем масло. Не знаю, вывалится оно или нет. Ничего. Так. Масло. Потом сахар. Выкидываем. Соль. Потом муку. Конечно. А рожжи когда? Ну, я же, мам, по порядку делаю. Окей. Просто спрашиваю. Доча очень сосредоточена. Это очень сложный рецепт. Девочки и мальчики, мы не открываем ни для кого же Америку, правда, что не готовим хлеб в хлебопечке. Ну, скажут, вот нашли, чем делиться. Каким рецептам? Причина, короче, этого. Я когда сюда приехала, почему я в хлебопечку купила? Ей уже больше пяти лет. Вот. Мне хлеб очень не нравился. Он был сладкий, какой-то мягкий, в общем, непонятной консистенции. И мы купили хлебопечку. И мы купили хлебопечку. Я очень часто стряпала хлеб. Вот прям буквально через каждые три дня. Кстати, и он портится очень быстро. Здесь в Америке хлеб, я не знаю, может, наверное, недели. Месяц, наверное. Месяц, наверное, четыре недели. Но он, конечно, уже начинает попахивать. Ну, так, не очень приятно. Но, тем не менее, его еще можно употреблять в пищу. Но если он лежит просто в шкафу, если его положить в холодильник, он, наверное, еще дольше будет храниться. Ну, тем не менее, в общем, его можно есть. Я уже привыкла. Поэтому уже сто лет не стряпала. Но мама просит, может, просит. Так, давай ингредиенты-то докладем, доложим, как правильно сказать. Non-fed dry milk. Это молоко сухое. И нужно положить yeast. Yeast – это дрожжи. Полторы чайные ложки. Кстати, сейчас я немножко перемешаю. Это в хлебопечке все. А рецепт мы взяли вот в этой книжке. Она прямо с хлебопечкой. Поэтому мы, конечно же, вы, если пороетесь в интернете, найдете рецептик. Ну вот, вот это хлебопечка. Ее вставлять нужно. У нас уже старенькая получается. Уже шестой год. Ужас. Не знаю. Надо менять. Дизайн неправильный. Так. Тут нужно нажимать меню. Я не знаю, там вообще, наверное, ничего не видно. Я сама еле вижу. И нужно выбирать размер хлеба. Вот у меня на 2 паунда я размер взяла. На больше. То есть это получается 900 грамм. 2 паунда. 450 на 2. Нужно выбирать цвет краст. Краст это корочка. Корочка. Ну я медиум всегда делаю. И вот 2 паунда. Уже все выбрано. И нужно просто нажимать старт. И оно начинает крутить. Я не знаю, видно что-нибудь в эту штучку. Нет? И вот так оно крутит. 3 часа 25 минут. А потом мы будем кушать хлеб. Да, будет вкусный хлеб. А я в это время, вот сейчас пока готовится хлеб, я готовлю нам чебуреки. У нас есть вот таких вот 6 лепешечек небольших. Я сделала тут фарш. И приготовлю нам чебуречков. И еще я хочу сказать, мы на 2 континента лайф пытались записать трансляцию. Но так как у нас болеет Алекс, и я еще не выздоровела. У него была истерика. Но он плакал сильно. Сил вообще нет, слабенький. Поэтому мы отключились и побежали к нему. Вот такие у меня чебуречки. Склеила я их яйцом. И в общем положила фарша сюда побольше. И буду под закрытой крышкой их прожаривать. А то они прожарятся. Итак, всем, всех с возвращением. Мы прошло больше, чем 3 часа 25 минут. Мы сейчас в Омарте были за продуктами ездили. И вот что случилось, потому что я сразу не вытащила хлеб. Так, дело в том, что его надо практически моментально вытаскивать. Я уже забыла, я уже давно не готовила. И вот он сдулся. Ну ничего страшного, в принципе, он все равно съедобный. Мы зашли домой. Кремо, запах хлеба, наверное, приготовился. Надо его вытащить. Вытащить сейчас. Ты будешь с корзинкой ходить. Вытаскиваю булочку хлеба. Единственное, что оно остается, вот этот кусочек маленький. Она же вот это смешивала все. И вот это получается красная корочка. Ну вот это настоящий хлеб с магазина Сахалин у нас ходит. Что? Какой вкусный хлеб. Мне недавно приснилось со сон, что я кушаю колбасу. Что? Бутерброд. Ну и вот мы купились. Бутерброд готов? Может мы на ужин колбасу с хлебом поедим? Да как хочешь, запеканку можно было сделать. Ну давай сделаем. Окей. Смотрите, я сделала дип, оливковое масло. Мы сегодня купили вот такие бутылочки. Очень вкусно пахнет. Чеснок туда, черный перец и соль чуть-чуть. Ну вообще-то туда еще нужно добавлять уксус бальзамический. Ну мы сейчас добавим, если ты так хочешь. Ну и всем можно по отдельности. Да, я дома готовила, ой, сделала однажды вот такой. Мы с лепешкой кушали. Юра у меня спрашивает, что это такое? Я говорю, это дип, он говорит, а что ты мне раньше такой дип не готовила? Я говорю, ну я здесь в ресторане попробовала. Это нам приносили перед тем, как блюдо принести. Ну сейчас... Это в итальянских ресторанах обычно такое. Да, а резать хлеб вот реально мне аж жалко его резать. Мне говорит такой... Хочется его просто ломать и щипать. Тоненькую корочку сделала. И был такой тогда горячий хлеб, и мы макали, и было очень вкусно. У нас такой... Так, смотрите, мы сюда добавили уксус бальзамический. Не стесняйся. Помакал, помакал. Вкусно, да? С уксусом кисловато добавляет. Очень вкусно. Сейчас еще колбаски чесночные добавим. Вообще. Доча решила все перепробовать, что-то не можно. У нас тут базар на столе. Доча решила меня заснять. Как мама колбасу пробует здесь. Скажите, что мы не видали колбасу. Нет, ну вот такую мы не покупали. Не видали, не видали. Дело в том, что я тут с боязнью покупаю колбасу, потому что не знаю, какая она вкуса. Знаешь, вот эта получше. Это другая просто. Она не получше, она другая просто. Ну да, это же говяжья вот эта. Это говяжья, а она со специями больше. Она такая кисловато. И более сухая. Это и жира больше. Вкусно. Обе вкусные. И хлеб вкуснячий у нас уже почти ушел. Пол булки. Смотрите, как Алекс кушает. Прям поедает. Пальцами помогает. Вкусно? Да, такой довольный. Алекс накушался, и я хотела показать, как он колбасу ел. Но, наверное, так не будет больше. Я просто всегда удивляюсь, когда он ест. Какой вкусный ужин. Яйца, хлеб и колбаса. Да, вкуснотища. Когда приготовишь что-нибудь. Сидишь. Да, надо было чуть побольше перца, соли там. Вкусно, Алекс? Наелся? Ты не наелся? Ты не наелся? Ты не наелся? Что еще ты хочешь? Спасибо. Хлопик попросил детский. Нет.